Все инстаграм-комьюнити благодаря Кенталу в курсе. За веселые вайны можно дорого поплатиться. Видеообращения певца активно шерили в соцсетях, однако злосчастный ролик затаскал его по судам. На минуточку прошло уже седьмое слушание. Начальник полиции подает иск на 10 миллионов тенге. И якобы я, оглашая этот конфликт, эти незаконные действия касательно меня со стороны сотрудников полиции, он, основываясь на этом, считает, что я оскорбил его честь и достоинство, и деловую репутацию. И теперь мы подали на апелляцию с моими адвокатами. Напомним, правоохранительным органам не понравилось, что Кентал вайне был в полицейской форме. Наверное, поэтому актер решил перейти на темную сторону. Совсем недавно я сыграл главную отрицательную роль в качестве самого главного бандита. Фильм называется «Хорохше» о, скажем так, контрабандистах, о конокрадах. Сама роль была очень интересная тем, что я даже там голос менял. Делал намного грубее. К слову, о своей певческой сизе он тоже не забыл, просто дожидается, пока стихнет весь кипиш с вирусом. А все остальное так, суета. Ведь у него теперь есть два в одном – надежный тыл и муза, которые отныне будут посвящены все песни. Я пока даже не придумал для нее название, но она безумно красивая. Я просто, я не знаю, я так горжусь, что именно я написал эту песню. Она такая спокойная, о любви посвящаю своей жене и всем девушкам. Поэтому, если вы вдруг хотите начать снимать войны, еще раз подумайте, оно вам надо?